Телеканал «Спас» снова возвращает нас в историю. Я Алексей Огурцов, мой сын Игорь. Отправимся из Москвы в Санкт-Петербург по древнерусским землям, по разрушенным храмам, чтобы своими глазами вместе с вами увидеть, спасти и сохранить то, что можно еще спасти и сохранить. Ну что, путь? Путь. В нашей истории есть много достойных страниц. Но были и непостижимые трагедии, когда мы сами разрушали свои святыни. Сегодня время собирать камни. Мы увидели своими глазами, как люди ждут возрождения русских святынь. Это память и покаяние. Искупление. Наши деды принесли себя в жертву в страшной Великой Отечественной войне, чтобы сохранить эту святую землю. Сейчас и она нуждается и в нашей с вами жертве. Чтобы мы обрели надежды на будущее. Смотри, Левитин, Дорожок, видел крещение Руси. На каждой улице посмотри. Смотри, раз, храм, два, храм, три, храм. Куда ни посмотришь, везде храм. Храм. В лучах рассветного солнца мы подъезжали к одному из самых древних соборов Торжка. 1238 год. Нашествие Батыя. Кафедральный храм Торжка был сожжен. То место, где сейчас находится собор, где он находился в те древние времена, это древнее городище. Фактически, это, наверное, место, откуда город Торжок берет свое основание. В 1364 году на его месте строится первый каменный собор города Торжка. Также Преображенский собор. И связана трагическая история, потому что уже в 1374 году при разорении города тверским князем Михаилом Александровичем жители, многие жители города Торжка в этом соборе закрылись и были сожжены и задохнулись от дыма. В 1406 году в этот же собор каменный ставят тогда еще не мощь, а останки великой княгини Леонии Вяземской и Новоторжской. На протяжении вот этих столетий она находилась под скудом, но к ней не прекращался людской поток. Люди шли, и местные жители, безусловно, они считали ее покровительницей. Протерий Дмитрий рассказал нам трагическую историю святой Иулиании. Она родилась в конце 14 века и была женой Вяземского князя Симеона, с которым жила в любви и благочестии. После завоевания Смоленска Литвой супруги оказались в изгнании вместе со смоленским князем Юрием в городе Торжке. Князь Юрий прельстился красотой Иулиании. Любыми путями пытался склонить ее к прелюбодеянию. Однажды во время пира Юрий убил своего друга Симеона, мужа Иулиании, надеясь после этого насильно овладеть ее. Иулиания, защищаясь, ударила его ножом. Разъяренный, Юрий отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого князь Юрий, скрываясь от бесчестия, сбежал во рту. А тело святой Иулиании было чудесным образом обретено в той же реке Тверце крестьянином и по ее же велению погребено у южных дверей собора. И уже во время погребения святой Иулиании начались чудеса исцеления больных. В 1812 году принимается решение о том, чтобы этот собор разобрать и начать строительство нового собора. И в 1815 году, в 1815, уже начинается строительство и происходит удивительное событие. При раскопках, то есть когда копали буд уже под фундамент нового собора, обретаются мощи, гроб с мощами уже святой княгине Иулиании Вяземской и Новоторской. Их вскрыли, и они стали чудотворные. Здесь много чудес происходило. И забил источник. И воду туда в храм завели, в воду в храм, и там в храме был колодец. И люди черпали оттуда воду, и она была целебная. А вот здесь как раз нашли остатки древнего собора, который вот в этом месте находится, сохранился. Первый собор, который здесь был. Это начало строительства 1134 год. Потом в 1340-х годах появился следующий собор. И как бы тут уже все смеются, говорят, подвернулся нам под руку Карл Ван Шросси, молодой. Еще тогда он работал в Твери по императорскому путевому дворцу. Ну и тут вот немножко порисовал. Этот собор в довольно сносном состоянии дошел до нас. То есть завод Элма, который здесь находился, он практически, если только сказать, что он оштукатурили все внутри, там немножко повредили отделочные всевозможные материалы и детали архитектурные, ну, которые мы сможем восстановить, потому что сохранились исторические фотографии. Здесь стояли огромные станки, достаточно тяжелые. Вот в том месте, где был источник, стояли тоже станки по 2-3 тонны. И их постоянно выбивало, коротило. Давно ли команду дали на восстановление? Ну, соборы официально перешли в 17-м году. В 17-м году вот сюда был назначен отец Герман, и он практически в одиночку стал потихонечку возрождать соборы. Уборка территории и так далее. И вот появился, скажем так, назовем это приход, хотя приход считается тех, кто ходит на службу. Здесь собор пока не освящен, престол тоже, поэтому на службу прихожане ходят в другие храмы. Сами же приходили, приводили внуков, внучек. И что делали-то здесь? Вот что делали? Убирали. Мы носили кирпич, мусор, мусор. Вот что вы делали? Вот что? Лесенцу убирали, подметали. Мы чистили там лесенцу вокруг, там все зароще было. Уборовали все это? Да, все. Ну, а вы что делали? А я тоже, тоже это... Там он листья убирал. Листья убирал. Молодец. А вам что доверили? А я была главной подметалой первого этажа. Нет, мы убирали все, вот что нужно было, мы сделали. Мы с большим удовольствием сюда ходили. Полы были выполнены из чугунных плиток, а внутри алтаря они были из белокаменных плиток. Но в позднее время, когда уже почему-то люди захотели покрасивее, получше, в средине 19 века появился торжокский купец, который полностью здесь сделал вот такие красивые полы. От них вот такие вот... И вот после реставрации все это будет восстановлено. Не только здесь все сохранено, и восстановлено по всему собору. Здесь же пока вот все вскрытия какие были, никаких следов росписи нет. Зато сохранилось очень хорошо лепные детали. Вот это самое тяжелое будет. Срезать? Убирать, срезать. Это же несущие. Несущие вот эти вот. Раз, два, три, четыре. Несущие. Это называется хоры. Вот там отверстие, это выход на хоры. Певчие выходили на вот эту обходную галерею. Тут были балясины, ограждения. Становились кругом и пели. То есть представляете, какая была... Какой звук здесь был. Здорово. Опять же, вот я смотрю, ну как? Это же такая красотища. А это вот все сохранилось с тех пор. Завод ничего так и не разрушил здесь. Здесь был зал для собраний. И, вероятно, они вот все сохранили. Если бы здесь не было бы завода, тут, мне кажется, все бы вообще рухнуло. Все бы рухнуло. Тут сделали перекрытие, да, сейчас у ребят, у рабочих будет очень много как бы, как это все восстановить, как это все срезать, да. Но, с другой стороны, это все сохранено. А вот в этих местах были мощные, красивые декоративные карнизы, которые срубили. И вот нам будет время это все восстановить, как было. Хотя следы вот осталось и от белокаменных плиток, и сбитый кирпич. И в чертежах все есть. Все, что делали наши предки, это такая красота. Тем более здесь работы великих мастеров наших будут восстановлены, и нашим потомкам всем достанется уже любоваться на них. Но еще восстанавливать и восстанавливать. Много чего порушено в России, и будем потихонечку восстанавливать. Торжок Торжок значительно старше Москвы, Твери. По большому счету Торжок был всегда самостоятельный город в плане его никогда надолго или не захватывали, начиная с татаро-монгольского иго и прочее. В Торжке на сегодняшний момент порядка 20 церквей. А вообще было 36. И здесь был, представляете, какой город? Здесь много купцов, торговый путь, Тверца река судоходная. Все дороги ведут в Торжок. Это самый узловой город, он же Торжок. Практически путь из варяг греки и прочее, и прочее, это связано с Новгородской, и вся история российская, она связана с Торжковой. Молитвенное предстательство, наверное, этой святой Леонии Вяземской, благодаря, наверное, ей, мы видим, что этот собор прошел вот эту годину лихолетия. И, конечно, он был закрыт, как и большинство церквей в советский период, но, тем не менее, до нас дошла вот эта красота, она не разрушена. Мы же с вами живем в такой исторический период, когда опять сменяется время гонений, нашествий, и идет время восстановления и созидания. Вот мы с вами стали свидетелями, опять идет время созидания, возвращения, наверное, к тем истокам духовности и соединения тех вот нитей, которые соединяют нас с прошедшими поколениями. По дороге в церковь Ласия я искал в интернете ответ на вопрос, который не решился задать отцу Дмитрию. В чем заключается подвиг святой Иулиании? Я нашел ответ. Хранение святыни брака – один из величайших подвигов на Руси. Оцеломудрие брака – единство супругов в любви, великое таинство православной церкви. Оцеломудрие брака – единство супругов в любви, великое таинство православной церкви. Оцеломудрие брака – единство супругов в любви, Так, ну что, пойдем. Мы приехали чуть раньше назначенного нам времени и оказались одни в пустом разрушенном храме. Я представлял себе, как здесь когда-то шли службы. Вот здесь стояли люди у икон, а сверху – свесок. На них смотрели лики святых. Здесь висела огромная паникадила, а здесь горели свечи. Во время службы бегали непослушные дети, и их родители чувствовали неловкость, и грозным шепотом пытались их вразумить. И этот храм был частью их жизни. Храм очень древний, и уже в 1625 году монах Потап Нарбеков решил сделать опись, посчитать, сколько же в Ташке находится храма, монастырей. В это время, уже 1625 год, упоминается деревянная власевская церковь. Здесь она освящена была в честь власия, и был предел, освященный в честь Петра, московского митрополита. В 1717 году на месте деревянной церкви будет построен уже каменный храм. Храм великолепный, он огромный, и он уникален тем, что в нем пять престолов. Сейчас уже это более-менее как-то восстановлено. Здесь уже, если штукатурить, здесь уже можно служить. Уже можно освятить, служить можно. А так, конечно, ну, понимаете, вот небо, все сыпется на голову, птички летают. Да, и вот как там, но здесь было еще хуже. Вот здесь вообще было еще хуже. Так что, с Божьей помощью восстанавливаем. Многие очень не верили, что восстановили, потому что была полнейшая разруха. Этот храм отдали в 2003 году. Ведь здесь деревья, вот такие вот, такие вот заросли были. Вот как вот тут, вы видите, вот, все заросло. Молодежь, родители, семьи. И они приходили с топорами, с пилами, с секаторами. Тут папы работали, дедушки работали. И вообще все здесь приходили, расчищали. Потому что там в храме была помойка, как и во многих заброшенных храмах. На это невозможно было смотреть. И начались сборища какой-то молодежи, которая по ночам собиралась, да, вот. Это было очень неприятно. И для этого, чтобы все это как оградили цель, чтобы вот это прекратить, да, и начали работу, постановление. Как раз и все, они перестали сюда ходить. Если, а тем более, вот эта Татьяна Михайловна, Приханова, она привела инициативу, что отпечатали кирпички такие, о здравии и покоении. И везде, везде, где только она знает, вообще везде, везде она рассылала люди. Ухватили кирпички. И вот по копеечке, по копеечке, там кто-то, кто-то сколько даст, вот стали делать. И еще мы узнали, что руководить восстановлением храма Власия удивительный человек, подвижник, иконописец, настоятель Никольского храма, игумен Корнилий. 23 года назад он монахом приехал из Новгорода в Торжок и с тех пор занимается здесь возрождением православной веры и восстановлением разрушенных святынь. Но главное, игумен Корнилий все эти годы словом и делом помогает людям. Это была как бы инициатива нашего прихода. А потом уже официально оформили, что приписан ее к храму. Сначала мы просто... Вот этот храм был... Мы служили здесь, а часто мимо этого храма проходили, видели, что он заброшен, руины. Там, к сожалению, люди мусор приносили, забрасывали в такое святое место и в таком запустении было. И мы сами стали как бы ухаживать за этим местом. И вот как бы втянулись. Сначала страшно было браться за нее, реставрировать. Потому что там вот верха не было совершенно. А там видно новый кирпич весь. Были стены. Вот высотой 6 метров 4, может, высотой. И внутри так и все страшно. Постепенно вот я заказал проект, реставрацию сделали. И это с 13-го года мы начали реставрировать уже. По-настоящему же. К сожалению, сейчас вот в этот период денег нет. И у нас пока затишье такое. Сейчас пока ничего не делаем. В этом году мы сюда приехали. И с тех пор сначала восстановили храм Иоанна Богослова, потом Борисоглебский монастырь. померил храм. Главное, храм восстановили и стали служить там. И там стала возможна уже какая-то жизнь. Во-первых, молитва начинается в храме. Господь помогает. И люди приходят молиться. Потому что у людей потребность молиться всегда есть у всех. И так главное, конечно, это община. Начинает собираться приход. Несколько человек вместе. Особенно если единомыслие у них есть. Они уже многое могут сделать. Господь, конечно, слышит одиночные молитвы. Где твоя троица и отбирается, тоже считай церковь. Тоже от церковь тела Господне. Это часть самого Господа. Мы получили благословение от игумена Корнилия. И уже в действующем Никольском храме, где он служит настоятелем, внесли свою малую лепту в восстановлении церкви Власия. Интересно. Вот, смотрите. Свидетельство на именной кирпичик за помощь. Возрождение Власевского храма с главным пределом Казанской Божьей Матери и пределом Александра Свирского. Город Торжок. Это, кстати, Игорь, это его. Как выражение нашей любви Господу Бога. Принесем милостыню, дар особый ему угодный. Радостное чувство, когда знаешь, что в стене храма будет твой собственный кирпичик. Один маленький кирпичик из многих, но он частичка храма. И папа опять сказал мне, что если будет храм, то будет жизнь. Ты обратил внимание, чем храм разбит, тем около него уже практически забиты, забиты окна. Мы ехали в Борисоглебский монастырь. Старейший монастырь на Руси, основанный в 1038 году. Батюшка, через 18 лет Борисоглебскому монастырю тысячи лет. Как нужно к этому подойти? Подойти в первую очередь, конечно, с чистотой души, чтобы была прежде всего эта чистая душа. Ведь и монастырь заложил, мы помним, великий человек, преподобный Ефрем Новоторский. Преподобный сюда пришел и в 1038 году он построил храм. Так как благоверные князя Борис и Глеб их очень любили, и совсем немного времени прошло со временем их гибели, и почитание в народе у них не прекращалось. И преподобный и решил построить в честь их храм. И вот был построен здесь храм, и также стекались сюда братья для того, чтобы спасаться, и тут образован был монастырь. От отца Амфилохием узнали, что преподобный Ефрем Новоторский, основатель монастыря, был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями Моисеем и Георгием он покинул родину по причине преследования православных. Придя на Русь, братья поступили на службу к ростовскому князю, святому Борису, сыну равнопостольного великого князя Владимира. Но вскоре Георгий погиб в 1015 году на реке Альте вместе со своим князем Борисом. Убийцы отрезали ему голову, чтобы снять золотую гривну, которую он носил на шее. Ефрем, прибыв на место убийства, нашел голову брата и взял ее с собой. Преподобный Ефрем удалился на реку Тверцу, чтобы там вести уединенную жизнь. Но при нем всегда была отсеченная голова брата. После того, как возле преподобного поселилось несколько монахов, он в 1038 году построил монастырь в честь святых князей, страстотерпцев, братьев Бориса и Глеба, и прослужил в этом монастыре до глубокой старости. Согласно его завещанию, в его гроб была положена голова его возлюбленного брата, святого Георгия. Батюшка, вопрос такой, а где мощи Ефрема преподобного? Они утеряны в настоящий момент. Было советское время, их изъяли, вот, и вот есть даже и описание тоже в музее, что там было две головы, и что одна голова, что там проломлен череп был. В настоящее время у нас в монастыре только лист, частицы мощей, вот, преподобная Ефрема, преподобная Аркадия Новоторских, и у нас ковчеже, небольшой такой мощевичок, и там тоже частицы мощей благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба. Это у нас находятся в монастыре вот такие вот святыни. Я жил в Твери, вырос в Твери, я тверетянин вообще, да, у меня довольно-таки успешная жизнь там была, жил в центре, все было, там машина, яхта, все было замечательно, и казалось, что все норма. Вот в один прекрасный момент, понимаете, я просыпаюсь, иду работать, ложусь спать, чтобы снова проснуться, пойти на работу, снова идти спать, и это вот, понимаете, а вот, ну, а какая цель у всего этого? Рутинная такая уже, постоянно. А какая цель у всего этого, самая важная, понимаете? Я зарабатываю, становлюсь больше, пытаюсь больше, ем вкуснее, сплюсь мягче, езжу дальше, а для чего все это? Понимаете? Когда уже сюда ходить начал, сказал, чем могу помочь? Вот с этого началась моя работа здесь. Я просто сказал, чем могу помочь? Мне просили там дырку в стене замазать, так скажем. И вот, знаете, если люди верующие, они знают, что такое благодать, не описать ту благодать, какую ты испытываешь, когда трудишься именно во славу Божию, ни за деньги, ни за что, просто взял и поработал. Я знаю, что твоими руками сделано вот эта вот лестница. Я знаю, что твоими руками и руками твоих подчиненных восстанавливается колокольня. Вот ты представляешь, что о тебе будут помнить века? Тут важно, знаете, может быть, даже не то, что века обо мне будет помнить, важно, что я какой-то маленький, знаете, как это, крупичку ДНК вложить, да, в последующую, а здесь я маленькую кирпичи какой-то оставил. это монастырю тысячи лет, представляете, а я сейчас здесь какие-то кирпичики меняю. Вань, скажи, есть ли волнение бить в колокола, когда ты знаешь, что монастыри уже тысячи лет? Это такая же большая ответственность. Ну, какое-то внутри волнение все-таки есть, да. Особенно, когда придумываешь новые мелодии для колокола, и ну, у тебя внутри волнение, может, что-то не получится, и все это просто услышат твои ошибки. А так, сейчас я привык, первое время я очень волновался, потому что боялся, что что-то не получится у меня. Сейчас у меня есть большой опыт, так как два года уже звонил. Вот. Это встречный вопрос. Ты учился, или ты сам? Самоучка, говорится. Ну, сам учился, да. Подожди, а где ты учился сам? Ну, вообще, вот, я сделал себя дома систему. Сам? Да. Ничего себе. Только там сначала были не настоящие колоколы. Я взял три бруска и сымитировал тройку вот этих колоколов. И начал тренировать уже свою руку. Когда уже поднялся сюда, начал в свободное время тут тренироваться, когда разрешали. То есть, тебе разрешали подниматься, да, и уже тренироваться. это было время. Это надвратная церковь, вовремя спасения рукотворного образа с колокольни, творения Николая Александровича Львова. Но этим его творчество в нашем Торжке не заканчивается. Главная и центральная постройка Бориса Глебского монастыря это Бориса Глебский собор. Проект собора выполнен в стиле классицизма, традиционным на Руси пятиглавием. Но тяжелую кубическую основу Николай Александрович разнообразил своими любимыми приемами. Невозможно представить творчество Львова без колонн. Многочисленных колонн, которыми украшает практически каждую постройку. И которые несут свое смысловое значение. И еще мы узнали, что Борисоглебский собор, заложенный Екатериной Великой в конце 18 века, называли в народе Северной Италии над рекой Тверцой. А в Свечной башне по преданию Карамзин работал с архивами и писал историю государства российского. Свечная башня, она же была как бы библиотекарской башней. Здесь библиотека монастыря располагалась. А далее уже в советское время, когда монастырь стал тюрьмой, опять же попреждение. Слушай, но это после войны уже, да, он тюрьмой стал? Вы знаете, на самом деле он, по-моему, сразу после революции он стал. Тут говорят, очень долго тюремную комнату. До 80-х годов, да. Я вам даже по самому собору даже когда лазил, там такая, ну, не то чтобы тайная комната, но когда по всем этим ходам, комната, там, понимаете, стоит вот такое место, жалко вас туда не затащить, там, опасно. Там стол стоит, стул, шкаф, вот понимаете, вот если бы, если бы, допустим, кружку чая еще поставить, то было вот ощущение, что только что кто-то вышел, и газета лежит 83-го года. Я в 77-м году в интернаторе здесь был, в больнице, вот, и на скорой подрабатывал. И помню, вызов сюда, здесь же тюрьма была. А-а-а. Вот. Приезжая, говорят, ой, приезжайте, у нас ложку проглотил, один. Ну, у вас ложка, ложка. И меня повели в карцер. Слушайте, так я и не понял, куда ночью было, в какой-то в один подвал, длинный, длинный подвал, из него такие, как бы, коридорчики. А в каждом коридорчике по четыре двери. Подсказать, в какой у вас подвал водили? Нет, нет, сейчас не помню, сколько лет. Подсказать? Да, конечно. Подскажу. Вас водили под Борисоглебский собор. Вот. Сейчас ведутся здесь работы, проектно-сметная документация готовится для реставрации тут. И там цокольный этаж есть, и даже отыскали, они камеру. Вот. И там, что и я, и планирую, если Господь сподобит, все нормально, в планах, чтобы там эту камеру оставить. Пусть эта история новейшая, но тем не менее это история. Вот здесь опускаются вниз. Вот. Оттуда прям так прям аж холод такой. Ну, а как же, а как же, конечно, конечно, да. Сколько же там людей изгинуло-то, а, в те времена. Ой, тут когда пытались под низом, чтобы чего-то где копать, даже вот наши уже архитекторы, которые туда, ой, говорят, и там косточка, и там, и там, и там. Монахов много в монастыре? В настоящий момент нас трое. Да вы что, серьезно? Да. Я, мой сын, иеромонаха в России. Иеромонах Гавриил. А, вот все. Да, да, да. Вот это вот совсем монах. Но я все-таки надеюсь на то, что преподобные Ефрем и Аркадий, они соберут еще монахов. Да, да, да. Самое главное нам вести себя как подобает. А мы помним, как в Евангелии сказано, Господь сказал, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится. Тут можно множество таких приводить примеров. И как необходимо, чтобы дети знали Бога. Тем более в сегодняшний день свобода. Никто тебя не притесняет. Я вспоминаю, было время, что надо было два стандарта иметь, двойным стандартом жить. дома и в церкви, и Бог, и все. Идешь в школу, идешь в общество, там совсем другой стандарт, совсем другое все. Пока не отреставрирован Борисоглебский собор, службы проходят в соседнем Веденском храме. Во время службы я вспомнил слова отца Амфилохия и подумал о том, что современные люди, мечтающие о мифической свободе, даже не представляют, насколько они свободны. У меня самого мечта, чтобы сподобил Господь, все-таки послужить в этом соборе. После того, как будет сделана реставрация, сейчас готовится этот вопрос, сейчас подготавливается проектно-сметная документация по реставрации. Ведется работа тут. После посещения Борисоглебского монастыря я впервые в жизни испытывал странное чувство теплой радости, которая поселилась где-то в солнечном сплетении и покоя. Может, это тоже чувство, которое испытывают трудники? Мгновение той самой благодати. А наш маршрут теперь вел нас в Вышний Волочок, где мы должны были посетить Казанский женский монастырь. Батюшка, когда батюшка меня тронул, как он говорил, ну что, вот я, вот я школьник, а дальше что? Вот я закончил институт, а дальше что? Вот я достиг этого, вот я купил себе машину, мечта, но социальная мечта, а дальше что? А настало время умирать, и он такой говорит, послушай, а как же так? А что я сделал для Бога? А что я сделал для Бога? А что я показал своим детям? А водил ли я их в храм? В монастыре мы должны были встретиться с Натальей Петровной Рощиной, но мы сильно задержались в пути, она нас не дождалась, и поэтому мы заехали к ней сами. Это на самом деле исторический город, этот город связан, вы видели, с именем Петра, Екатерины, шлюзы, каналы, бешлоты, построенные по заданию именно Петра. Ни в Италии, ни в Греции старый русский старичок, и в России есть Венеция, город. Вышний Волочок. Покровительница является Казанская Божья Матерь города нашего. Она здесь явилась у нас, и на месте явления построен монастырь. Вообще населенный пункт, поселение живет тогда, когда есть там церковь Красная. А если есть монастырь, где живут сестры, которые молятся все время, это вообще городу благоденствие. Мы очень рады, что у нас есть Казанский монастырь. Мы хотим его восстановления. Все мы делаем, чтобы помочь матушке. Мы очень с ней дружим с матушкой Софией. Сейчас монастырь открыт, паломничество такое достаточно серьезное. Вся страна хочет многие люди поклониться особенно Любушке и Марии. Почему же здесь так много иностранцев, туристов? Достаточно посмотреть на собор, чтобы сразу получить ответ на этот вопрос. Казанский собор мог бы быть украшением любой столицы мира. Он действительно совершенно удивительный, великолепный, совершенно неповторимый архитектуры. И действительно приезжают иностранцы, которые просто увидели его где-то случайно в интернете и хотят своими глазами посмотреть. И не так давно здесь прогуливались иностранцы, которые показали нам в телефоне топ самых красивых храмов мира. И там наш казанский собор. В десяточку, в соточку? В пятерочку. В пятерочку? Да. Молодцы, здорово, конечно. И давно, давно ремонт остановили? В начале года пытались мы перестелить полы, потому что из-за сырости полы подгнили. Нашлись добрые люди, которые взялись нам помогать. Но поскольку потом люди дети исчезли и средства закончились, работа эта не закончена. У нас есть прихожане, которые нам постоянно помогают, но их средства очень ограничены. Будем надеяться, русская земля всегда стояла таким духом общего дела святого, когда люди объединялись ради чего-то И молиться за ней будем. Даже его построили. Автор проекта замечательный русский архитектор Каминский. У него есть и другие работы, тоже выдающиеся, но Казанский собор это какая-то особенная изюмина, это просто шедевр в его творчестве. Я вам покажу, там есть старорусский стиль, там есть Византия, там есть классицизм. Изначально собор построен это было в 1882 году, он освящен, да, а потом сестры прибавлялись и увеличивался клирос и уже не помещались там, поэтому пришлось вот так вот его надставить. До революции было около тысячи сестер и изначально хор был здесь в обители около ста человек. Представляете себе это звучание. Вы слышите звук воды. Вода это страшная штука, это хуже знаете какого-нибудь такого снаряда. Она медленно, но верно действует. Вот мы постоянно сейчас скачаем воду, но это через утро. Просто помогаем этой воде, чтобы хоть немножко, так сказать, она ушла через наш насос. Если мы не будем откачивать, вода будет по колено. Тут можно увидеть, какой уровень воды был. Он съедает, а кирпич на известковой кладке. поэтому влагу просто оно и убивает и соль, и влага. И видите, что основные фундаменты, они разрушаются и уминаются, и за собой тянутся основные стены. С виду это красивый еще храм, как бы он постоит, но он болен туберкулезом, гангрены. Тут нужно просто операция. Скажите, пожалуйста, а вот часовня, которая стоит, она с какого года? В этой часовне покоятся две великие старицы, две подвижницы 20 века. Блаженная Любушка Сусанинская и блаженная схемонахиня Мария Самарская. И вот Любушка почила в 1997 году, и над ее могилкой потом впоследствии возведутся глава часовня. А потом приехала и матушка Мария, и похоронена была рядом с Любушкой. Вот они теперь вдвоем лежат, и как при жизни молились они за нас и за всю Россию, так вот и сейчас продолжают молиться. Мы к ним со всеми нуждами обращаемся. Они здесь почивали своими мощами, останками своими. И естественно, что и при жизни тоже Налови и по кончине блаженной к ней обращаются за помощью. Она помогает многим. Как это же? Она так неясно говорила, допустим, а когда спрашивали по делу, что-то важно, она четко отвечала. И само собой слава, то есть помощь шла по России, ехали отовсюду. Это люди, и Мария Ивановна, и Любушка, они наши современники, многие знали их и помнят их хорошо. И они сочетают уже при жизни святыми, людьми, которые исполнили закон Христов своей жизнью. И милость Божия для меня лично, для тех, кто знал ее, чтобы мы так опыт и общение духовное с такими праведниками нашего века, 20-го, чужого, непростого. этот собор удивителен своей акустикой. Конечно, когда здесь поет хор, даже несколько человек, то совершенно дивные ощущения бывают. Мы служим здесь довольно редко. Здесь проходило несколько литургий, но поскольку вообще все это небезопасно, то богослужение это здесь, конечно, регулярно и проводить нежелательно. Видите, как нижние ряды кирпича фундаментами практически они полностью погнивают, полностью разрушаются и уже не могут держать тот вес. Раньше кладка держалась верстой, а верста вся гнила и кирпич мнется, мнется, видите, мнется, мнется, выпадает, выпадает, выпадает. Кирпичная кладка, она уже изношена, ну, я сказал, на процессе 80, отсутствует насильство. Вот это сутрояние, можно сказать, аварийное. Там внизу располагается склеп, в котором похоронены были первоосновательница монастыря Игумния до Сефея, монахиня Макария, это ее сподвижница, монахиня Пелагея Блаженная, тоже по основанию обители стоявшая, и благодетель обители еще один замечательный, добрый русский человек, князь Арсений Путятин. Сейчас креп идет. До них не добрались варвары, кладоискатели, но тут они поработали очень крепко. Просто случай помог, что мне кажется по сводам, что это хранение еще живое, что мы можем обрести мощь, когда придет их время. Это как раз и дом, это самое святое место этого храма, это его ножки, фундамент. О, видите, внизу река, вот это грунтовая вода, вверх его, вот такая вода по всему территории вот этого подвала. Если не качать хоть день, вода поднимается вот до этого кирпича. Не качать два дня, она дойдет до ваших ножек, а три дня плавать придется. Вот, она поступает медленно, но упорно, но верно. И разведает практически все. Ну, этот камень, конечно, может и не выстрелить от нашего равнодушия. Там равнодушие почти что преступление. Вот, таких храмов уже не построят. Сгонили балки перекрытия, да, и поэтому пол проваливается. Вот мы видим здесь пятна, это проступает оттуда уже проступает влага, и вот видите, вот такие провалы, и если сейчас не начать что-то срочно предпринимать, то можно потерять этот памятник. Выступают вот такие высолы, видите, это вот целые слои соли, которая разъедает кирпич, и он от этого, соответственно, тоже разрушается. Последствия вот пребывания здесь воинской части, осквернены, растоптаны буквально все святыни. В храмах располагались склады одно время, а то и просто свалки мусора. И еще немного, если что, срочно не начать предпринимать какие-то меры, то просто обрушится храм. Это все тоже результаты деятельности тех, кто здесь располагался в советское время. Именно поэтому все сейчас находится в таком страшном состоянии, в аварийном. Сейчас находимся на месте старого монастырского кладбища, на котором похоронены и сестры монастыря, и духовенство, и даже какие-то почетные граждане города Вашнего Волочка. И действительно, в советское время здесь был устроен плац, и много лет, много поколений военнослужащих здесь вот маршировали по этим останкам. И мне кажется, вот это место это такой вот образ нашего нынешнего состояния. Может быть, всей даже нашей страны, в которой множество попранных, поруганных святынь, и образ и наших душ, в которых точно так же святыня попрано. И все мы нуждаемся вот в таком воскресении, восстановлении. И я думаю, что восстановление этого святого места, этого кладбища поруганного, помогло бы, послужило бы к восстановлению нашего Отечества, поскольку если народ не чтит свои святыни, не хранит своей исторической памяти, то у него не может быть будущего. Я помню, о чем я думал в тот момент. О том, что под асфальтом плаца воинской части оказывается, могут находиться кости монахов и подвижников, а ты даже об этом не подозреваешь. О том, что внешне красивый монастырь может вдруг превратиться в руины из-за невидимых подземных вод. И это можно сравнить с человеком в реанимации. Нужна помощь не когда-нибудь, а именно сейчас. Потому что будущего может и не быть. А потом и сотрется память о прошлом. И помощь нужна не чья-нибудь, а наша с вами помощь. В четвертой, пятой и шестой серии нашей программы мы с вами увидели своими глазами поруганные святыни Тверской земли. И теперь отправляемся в Новгородскую епархию, чтобы посетить храмы и монастыри, которым нужна наша с вами помощь. В путь! ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok